А кто-то на ярмарке в первый раз. Семья Коробков, Исхагена, Геннадий здесь, глава семейства. Прям первый раз на ярмарке. Первый раз на вашей ярмарке. Какие ожидания? Ну, я надеюсь, самые хорошие. А я уверена, что самые хорошие. Ну, расскажите, чем вы занимаетесь, как у вас дела? Да дела идут нормально. ЛКВ-фарер. Шофером работаю. Ага. Все нормально. Семья, дети, дом. Все как обычно. Как и давно будет. А вы ждете мужа с работы, пока он приедет, да? Пойдем. На ярмарке что хотите сегодня сделать? Ну, что, посмотрите, певцовы. Увидеть знаменитости. Знакомые. Здравствуйте. Привет. Встретились, что ли? Ну да. Давно не виделись? Где-то года два. Вот видите, ярмарка – это где встречаются близкие друзья. Ну, конечно, мы очень рады. Я же говорю, не зря приехали. Так оно есть. Ну, тогда вам приятного общения и хорошего времяпрепровождения. Спасибо, до свидания. Ярмарка – это действительно место встречи земляков. Вы знаете, у меня сейчас мурашки 3 сантиметра, честное слово. Когда я встретила семью Харин и узнала о том, что жена родом из Башкирии, я тоже родом из Башкирии, муж родом из Казахстана, их дочь Лена родилась уже здесь, в Германии. Ну, просто невероятно. Землячка, давайте еще раз. Радость, насколько. Это невероятно. Расскажите, пожалуйста, вы на ярмарке первый раз или вы постоянно здесь? Нет, это у нас первый раз. Решили, чтобы узнать, что это такое, чтобы ездить еще чаще сюда. Я одну-то хотела сюда прийти, потому что музыка и все такое. Тут уже я детока встретила от него. FM Даня я его встретила. Даня у нас тоже был, рассказывал, какие девчонки красивые, говорит, наши. Он, кстати, холостой. Ну, я знаю, я видела по тиктоке. Лен, вот смотри, мне интересно, ты так хорошо говоришь по-русски, хотя ты родилась здесь, в Германии. Это ведь важно, да, когда ты знаешь свой родной язык. Родители дома говорят на русском или ты сама проявляешь интерес? Да, я сама, ну, я учила сама писать, читать я могу. Да. А так хорошо с родителями на русском говорить. Одна из целей, одна из миссий ярмарки – это как раз подрастающему поколению прививать любовь к родной культуре и для того, чтобы наши дети продолжали говорить на русском языке. Это важно. У мамы хочу спросить. Мама что купила на ярмарке? Еще ничего. То, что вы увидели, то, что вы здесь уже успели посмотреть, что вас привело в восторг, что вам понравилось больше всего? Нам понравились казаны для шашлыка, бани, сауны. А мужа покормили? Нет, еще. Мы только приехали. Я вам дам наводку. Чебуреки – огонь. А это еще дойдем до этого. Вот бегите, пока не есть, потому что чебуреки очень вкусные. Да, обязательно. Надо попробовать. Сейчас пойдем. С Алтайского края. Родом, Сережа. Сейчас живете где? Люниборг. Вы на ярмарке первый раз? Да. Слушайте, как много именно тех, кто приехал первый раз. Как вы думаете, почему так много людей захотело попасть сегодня вот в эту атмосферу? Вы знаете, говорить по-русски, чтобы тебя все понимали – это очень большая редкость. И в Германии как бы ты попал в другой мир, ты переехал в другую страну. Пускай это маленькая часть Германии, но ощущения непередаваемые. То есть это русская речь везде, где тебя могут понять, где ты можешь высказаться, не стесняясь. Ты можешь быть всем здесь. То есть это необъяснимое… Это единство, Сереж. Вы правы. Вы правы. Единство. Ну все, бегите, вас уже ждут. Повеселитесь от души сегодня-завтра. Гуляем. Гуляем у меня завтра, день рождения. Вы сейчас смотрите не просто на красивых людей. Здесь целая география. Киргизия, Грузия и Казахстан. И все это дружно и весело на ярмарке. Вот такие гости. Будем знакомиться. Как вас зовут? Валентина. Валентина. А вас? Рамазы. Первый раз на ярмарке вот эта красивая пара. Мне интересно. Вот вы зашли, вы все увидели. Ваши ощущения, вот что сразу так аж где-то, может быть, ёкнуло? Ну, русская атмосфера чувствуется, да. Мы еще на такой ярмарке не были. Ну, еще осматриваемся, ну, интересно, много товара интересного, смотрим, присматриваемся. Грузинское вино пробовали? Еще нет. Вот мы только хотели, и вы нас остановили. Вот. А, то есть вы сейчас думаете о грузинском вине? Да, вот надо попробовать, обязательно. Давно уже не пробовала. Ваши друзья уже не первый раз на ярмарке, да? Я подойду к вам. Как вас зовут? Сергей. Сергей, а вас? Ольга. Раз вы на ярмарке не первый раз, значит, что-то сюда вас тянет. Что сюда вас тянет? Увидеть знакомых, как обычно. Мы сами недалеко живем отсюда, да. Просто общение и как приятная обстановка. Чувствуешь себя свободно, хорошо? Все говорят по-русски, я говорю по-русски, да, и все друг друга понимают с полуслова, с полувзгляда, да? Да. В этом году ярмарки юбилей, ярмарки 20 лет. Давайте каждый из вас, вот буквально пару слов, что вы желаете ярмарке? Процветание, чтобы было побольше таких организаций хороших и прекрасных. Ну, в общем, чтобы чаще кто это все организовывает, делал дальше так. Вперед, 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 больше ничего не желаю. Чтобы почаще собирали, не один раз в год. Я желаю ярмарке каждый год что-то новое преподносить гостям, чтобы веселья больше было, музыки и жизни. Вы такие веселые компании. Давайте вот все дружненько скажем на 3-4 ярмарка с юбилеем. Давайте, 3-4. Ярмарка с юбилеем. Ой, что-то мы с вами по разной стороны. Теперь все вместе. Давайте, 3-4. Ярмарка с юбилеем.